Родители смахивают слезы, полковники и военные комиссары произносят торжественные речи, а представители духовенства ходят и окропляют святой водой молодых солдат. Точнее, будущих солдат. Ведь сегодня на плацу Краевого Приморского военкомата прошли торжественные проводы молодых парней на срочную военную службу. «Один год службы в армии – это еще один год обучения. Двенадцатый класс. За этот год ребята освоят военноучетную специальность и будут очислены в запас». Традиционно такие события сопровождает живой оркестр, исполняющий старые военные марши. Но выступали и певцы под минусовку. В этом году ко всем мероприятиям, связанным с военной службой, присоединились представители юноармии. И сегодняшние торжественные проводы не стали исключением. Кроме того, на радость публики и в назидание призывникам на плацу Краевого и Комата выступили с показательной программой бойцы, чье профессиональное призвание – рукопашный бой. Выступили с напутственной речью на проводах новобранцев и представителей ветеранских организаций. «Ну дай Бог, чтобы вас не коснулась година, когда с оружием в руках придется защищать интересы и рубежи нашей Родины Великой России. Но готовить себя к этому нужно». Всего на военную службу по всей России в этот осенний призыв должно уйти 132,5 тысячи человек, согласно специальному указу президента. В Приморье тех, кто готов послужить стране, набралось 1520 человек в полном соответствии с планами руководства военного округа. Ну а проводы, как обычно, закончились посадкой призывников в автобусы, которые отправили их на встречу будущей военной службе. Евгений Черемухин, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.